И снова всем welcome! Это снова я, ДНГП. Давно у нас не выходило какое-нибудь полезненькое видео. На этот раз речь у нас пойдет про сотовые операторы в Японии. Про то, какие у них есть уловки, как они ведут свою политику с клиентами, и про смену оператора, а также про то, что может быть, если вы не следите и не уделяете должного внимания вашему тарифу и выбору сервисов для него, как на этом наживаются сотовые операторы в Японии. Первым-наперво начнем с того, что при подключении в Японии вам могут обещать очень большие скидки. Это действительно так, что на телефон, что на тариф бывают очень большие скидки, тариф вплоть до 50%. Особенно это применимо к студентам. Когда я был студентом, я подключился на софтбанк, так как софтбанк – это один из таких самых бюджетных операторов Японии. И у него были очень выгодные тарифы для студентов, в том числе и для иностранных студентов. Поэтому я выбрал софтбанк. Связь офтбанка хорошая, ничего, никаких нареканий нет. И я получил как студент скидку около 50%. На то время это были большие деньги, порядка 4 тысяч йен. В то время как остальные платили около 7-8 тысяч, я в это время платил около 4 тысяч йен в месяц. В него были включены и интернет безлимитный. Ну как безлимитный? Ну условно безлимитный, потому что там давалось около 6 гигабайт. 6 или там 5, я точно сейчас не помню. Ну а после использования этого количества трафика вам скорость просто урезали до 128 килобит в секунду. Но также продолжался интернет, то есть его не отключали. Вы также могли им пользоваться. Ну как бы скорость, естественно, ниже. По прошествии двух лет я перешел на другого оператора, на Докуму. И перешел я вовремя. А теперь расскажу, почему вовремя. В Японии существует такая система контрактов на 2 года. То есть вы, например, подключаетесь к любому оператору, и вам автоматически делают контракт на 2 года. По истечению этих двух лет он может быть автоматически продлен. В том случае, если клиент не обратился к оператору с заявлением об отключении данного телефона от их сети. Либо же, ну, это называется кияку, то есть окончание контракта. И также это может быть два типа отключения. Первый, это когда совсем отключают вас. То есть вот вы уезжаете, например, из страны, и не хотите больше использовать японский телефон. Вы выбираете, то есть полностью, то есть как бы прерываете в контракт. И на этом все. Ваш номер как бы удаляется, ваши данные все как бы удаляются из системы. Все. Второй вариант это MNP. Это когда вы хотите перейти на другого оператора, и вы просите его сохранить номер для другого оператора. Следовательно, данная процедура занимает порядка недели. Там недели-двух недель. То есть вы подаете заявку, вам выдают код через какое-то время. То есть вы этот код приносите в другую компанию сотового оператора. И при подключении к тарифу, к новому сотовому оператору, при использовании этого кода, ваш старый номер автоматически переходит к новому оператору. И все контакты всех сохраняются. То есть единственное, что там, если вы использовали почту сотового оператора предыдущего, естественно, она будет удалена. Нужно будет создавать новый ящик у нового оператора. Сроки окончания контракта указаны в самом контракте, но немногие о нем вспоминают. Когда вот учеба, там какие-то дела, работа, еще что-то. То есть очень много дел, и бывает так, закручишься и забудешь про это дело. И тут вот, скажем так, сотовый оператор пользуется тем, что люди забывчивые, пользуется тем, что люди подключаются и не следят за своим тарифом, и вовремя не отключаются. И у оператора автоматически продляется для вас контракт. Как этого избежать? Если у вас есть телефон, и вы в Японии живете там год или почти два, и вот скоро-скоро подойдет к концу ваш контракт, вы уже примерно знаете, то я вам рекомендую обратиться к этому оператору, подойти и узнать, в какой срок до окончания контракта или после двух лет пользования этим контрактом лучше подойти к оператору и отключиться от их услуг. Там существует примерно срок от одного до двух месяцев, когда вы можете отключиться от этого оператора без штрафа. Потому что в другое время, если вы, например, отключаетесь до этого срока или после, когда уже контракт продлен, вы должны заплатить там порядка 10 тысяч иен. Это штраф за отключение по воле пользователя, в неустановленный срок. Следовательно, вы должны платить 10 тысяч иен. Но это раньше было, сейчас не знаю как. Так вот, чтобы этого избежать, придите к оператору в любой отдел. Скажите свой номер, скажите свое имя, там покажите документы. Они посмотрят и скажут вам, когда лучше прийти и отключиться, если вы хотите сменить оператора. Для чего это делается, для чего меняется оператор? Вот я сейчас расскажу. Оператор делает очень хитро. Вот я подключался, как студент, да, мне выделялась скидка там на обслуживание 50%, но на 2 года. По истечении 2 лет скидка оканчивается. И если контракт вы не закрыли, то вам продолжают начислять оплату за услуги данного сотового оператора уже без скидки. При этом, как вы знаете, во все тарифы, во все тарифы включена стоимость телефона. Ну, по идее, да. Но после окончания срока действия тарифа, цена, которая вот как бы должна быть поменьше уже, потому что вы как бы уже выплатили за телефон, она не меняется. То есть вот у вас был тариф, там 8000, к примеру, вам дали скидку 50%, вы платите 4000 в месяц, но это нормально. 4000 в месяц в течение 2 лет. Прошли 2 года, вы не отключились. Следовательно, когда наступает новый год, контракт продляется на 2 года, и вам уже начисляют, скажем так, за услуги пользования этим оператором по 8000 иен. Несмотря на то, что вы уже выплатили как бы ту сумму за телефон. И как нужно поступить в этом случае? По истечении 2 лет вы приходите к оператору, отключаетесь от него, то есть оканчиваете контракт. Телефон при этом остается вам. То есть вам не нужно его возвращать, потому что в эти 2 года уже включена стоимость за телефон, и вы как бы уже выплачиваете ее полностью. И идете просто к следующему оператору, подключаетесь уже с этим телефоном, уже подключаетесь к другому оператору уже по более выгодным условиям. Там, например, если вы выбрали оператора FreeSIM, то это вообще идеально. То есть вы можете вообще с российским телефоном подключиться к любому оператору без проблем и пользоваться его услугами, платя только за интернет. Ну, потому что звонки, как бы, вам не особо будут нужны, я думаю. Сейчас все через интернет звонят. Это Viber, там, WhatsApp, или Telegram, ну, и все такое. Skype. Поэтому я не думаю, что вы будете пользоваться телефоном. Но, в любом случае, он нужен, потому что вам нужно будет звонить в какие-то там службы, в городское управление, в муниципалитет, школы и тому подобное, на городские номера. Это нужная вещь. Это уже будет более выгодно. Если вы подключились к данному оператору по тарифу FreeSIM и платите только за интернет, это намного выгоднее, то вы будете платить. Вот, например, в данный момент я плачу где-то 2800 йен за 10 гигабайт интернета. Мне вот так вот его хватает. Я даже половину из этого не использую, потому что, но на работе Wi-Fi есть, дома Wi-Fi есть. Где-нибудь, если ездишь, что ты смотришь на поезде или еще где-то, я не использую столько трафика по мобильному интернету, поэтому у меня даже пяти не выходит. Но я на всякий случай взял с запасом, если вдруг что-то, если где-то буду смотреть, более такие видеоролики там с хорошим качеством или, например, музыку слушать там по радио или же, например, прямые трансляции какие-то смотреть, те же самые телевидение, еще что-то там по телефону, то да, конечно же, будет трафика больше использоваться. И я взял с запасом, при том, что от 5 до 10 гигабайт, там разница небольшая, что-то порядка 300-400 йен, ну, это вообще ни о чем. Это первая уловка, на которую ловят операторы, скажем так, забывчивых клиентов, когда они забывают отключиться и по окончанию скидки им начисляют более большую сумму за оплату услуг телефона. И я скажу, что у меня есть друзья, те, кто действительно попадался на это, и они просто не удоумевали, почему такие цены за телефон приходить начинают. А когда разобрались, оказывается, вот из-за этого, то, что скидка закончилась, а нужно платить уже без учета скидки, ну, полную стоимость. Второй момент. Это когда вы забываете отключать какие-либо сервисы от сотового оператора. При подключении к сотовому оператору он вам по умолчанию подключает разные сервисы. То есть раньше вообще было очень строго, когда были три всего оператора, основных, это софтбанк, Ayo и Docomo. Раньше от них нельзя было отказаться, и нужно было платить за эти сервисы полную стоимость и в течение двух лет. Но потом, по прошествии какого-то времени, постепенно стали вводить опционально эти сервисы. Но при этом первый месяц вы за них обязаны заплатить. Ну, а после первого месяца вы как бы можете отключиться и все, платить уже меньшую стоимость. Так вот, как они делали? В самом первом месяце, когда вы приходите к оператору, подключаетесь, они вам подключают различные сервисы, такие как страховка. Это если вы разобьете телефон, то есть за нее. То есть помимо того, что сам Apple дает, например, страховку, если вы покупаете там iPhone. Вот у меня был просто первый телефон, iPhone 4s, и мне на него тоже прикрепили эту страховку, но после этого я от нее благополучно отказался. Так вот, помимо вот этой Apple Care, они туда еще свою софтбанковскую страховку добавляют. Вот я, например, софтбанков расскажу. Плюс к этому, там сервис, который дает скидки на звонки. Например, если вы звоните, вы обязаны платить там примерно 40 йен за минуту, к примеру, да? А если вы подключаете эту скидку, то вы будете платить 20 йен за минуту. Ну, к примеру. Следовательно, если вы не звоните много, зачем вам, зачем вам вообще эта скидка? Чтобы получить эту скидку, вы должны платить ежемесячно 1000 йен. То есть, ну, если я не звоню столько, зачем мне платить за скидку 1000 йен? Я максимум там наговариваю там 1-2-3 минуты, там может быть меньше в месяц. Это тоже от этого отказываемся. Потом, ну, там разные сервисы. В общем, также есть там всякие скидки на пользование ихним магазином, там скидки на какие-либо там запчасти при ремонте, скидки на, скажем так, на интернет в том числе. Там, если вы подключаетесь, если у вас там малое, и у вас там есть скидка на продление интернета, так бы вы платили за интернет, например, 2 гигабайта вам в месяц выделяется, и вы бы платили за интернет примерно, ну, 2000 йен, и последующие, например, если вам не хватило этих 2 гигабайт, вы можете, как бы подключить еще 2 гигабайта, и за них вы еще должны будете заплатить 2000 йен, но со скидкой примерно 500 йен в месяц, вы будете должны платить всего лишь 1000 йен за эти 2 гигабайта. Ну, а если вы сразу подключили там 5, 6, 7, 8 гигабайт в месяц, то вам эта скидка не нужна, следовательно, от нее нужно отказываться. Так вот, у этих крупных операторов, это SoftBank, EU и Docomo, первый месяц там обязательно нужно использовать эти сервисы, но потом вы можете отказаться, и при этом вам это об этом сразу говорит менеджер при подключении, но некоторые люди об этом забывают, вот месяц попользовались, там что-то дела, все, учеба, учеба, дела закрутились, там все забыли, раз, и не отключились, а эти сервисы каждый месяц могут сжирать там по 3000 йен, по 4000 йен, ну, из вашего бюджета. Вы ими не пользуетесь, но это не важно, вы за них платите, следовательно, каждый месяц оператору выгодно, чтобы человек не приходил и ничего не отключался, и на этом и зарабатывает оператор. А простому человеку, естественно, ну, это неудобно, если он, например, работает, а сотовые операторы, они же тоже, они не до поздна, там, до 8, до 7 часов, если у вас там байта какой-то вечерняя есть, и у вас нет времени заехать к сотовому оператору после работы, это потому что уже закрыто все, или же там вы заняты, а обычно как? Вы к нему приезжаете в офис, а у них там очередь, очередь там человек 5-6, ну, тебе тоже кто-то хочет отключиться, и приходится ждать, и приходится ждать, там, ну, час, два часа, иногда столько времени нету ожидания, ну, в этом, в офисе, поэтому люди, ну, как бы, ладно, потом, потом, то есть, на потом откладывают, а в итоге, это все, как бы, каждый месяц, сотовый оператор, снимает с вас деньги за сервисы. Такая фишка с сервисами, в основном, вот у этих трех больших, у этих трех крупных операторов. У других операторов, которые FreeSIM, или же через интернет, если вы регистрируетесь, как вот я рассказывал об одном из них, в предыдущем видео про сотовую связь, вы можете посмотреть по ссылке в описании. У FreeSIM операторов, обычно никаких сервисов нету дополнительных, и вы платите только за интернет, или там интернет плюс телефон, и тому подобное. На них вы также можете переключиться на FreeSIM операторов по MNP номеру, то есть, вы отключаетесь, например, от одного из этих трех крупных операторов, получаете MNP номер, потом на сайте при регистрации вводите этот MNP номер, и ваш номер телефона будет автоматически перенесен на, на новую SIM-карту этого FreeSIM оператора, и вы можете использовать ее уже в своем телефоне, например, из России, если вы приехали, привезли с собой аппарат, вы можете его спокойно использовать. Но раньше, когда я приезжал в Японию в 2012 году, не было такой возможности использовать сотовые телефоны, привезенные из России или из других стран, потому что в Японии не продавали FreeSIM-карты, и нельзя было подключиться к сотовому оператору, если ваш телефон не залочен на него. Но сейчас такого нет, и сейчас все можно сделать без проблем. Да, конечно, сотовые операторы при этом несут большие убытки, потому что уже как бы много компаний, кто продает FreeSIM-карты, и у них намного выгоднее тарифы, и не надо платить за сервисы. И сотовый оператор в основном получает доход от тех старых людей, ну, от пожилых людей, или от тех, кто уже давно не менял телефон, или не менял там тариф, кто вот, как бы, из японцев, да, кто живет, просто платит за телефон там, ежемесячно там по 7-8 тысяч йен, и они как бы не задумываются о смене телефона, или же о смене оператора. Вот такие дела. Ну, вам выбирать, вам решать, какой оператор лучше, какие тарифы есть, какие там вас устраивают. И третий момент. Есть такие операторы, которые при подключении вам бесплатно выдают, например, там, планшет, или же какой-то мини-телефон для ребенка, или там фоторамку, или еще что-то, да. При этом они делают как? Все эти девайсы, которые вам выдаются дополнительно, обычно имеют сим-карты. Вот в моем случае, в случае с софтбанком, мне выдали эту фоторамку, и мне выдали маленький телефон такой, ну, для детей там, ну, плюс можно кому-нибудь дать, вот из родных и родственников, кто приезжает, на этом телефоне только там один номер забит, то есть ваш номер. И когда с него звонишь, ты можешь прям, ну, как бы дозвониться без проблем до, например, до моего телефона и поговорить, спросить там, куда, как проехать, как дойти. То есть очень удобно, если вы там ждете каких-то родственников, вот им выдать вот этот телефон. Ну, раньше было, потому что не было фрисим-карт. Сейчас есть фрисим-карты, их можно купить, арендовать, и в аэропорту, и везде. Это недорого, и вообще это без проблем все делается. С этим сейчас проще, но раньше было не так. Так вот, когда вы получаете эти девайсы на руки, да, они также вам выдаются, ну, там, по каждой сим-карте вам делают контракт на два года. Вот вы, например, пришли к оператору, и вы отключаете свой телефон от него. Например, вы решили там, я отключаюсь там, да, от него вот через два года. Вы отключились, перешли к другому оператору, а эти девайсы, ну, вы как бы ими не пользуетесь, они у вас просто лежат, но при этом вы, ну, вы знаете, что вы за них не платите. Не платили. Вот. Очень важный момент. Не платили, потому что та скидка, которую выдавал оператор на эти устройства, она была на два года так же. Ну, то есть, два года за них вы платите ноль, ну, после истечения двух лет за них вы будете платить, как и за телефон. Четыре тысячи это в лучшем случае, а так могут быть и по восемь тысяч и больше. Операторы этим тоже пользуются. Вот раньше было тоже такая уловка у операторов, они выдавали эти устройства в надежде, что человек как бы, ну, привыкнет к тому, что он их за них не платит, и при отключении или не отключении от этого оператора все скидки заканчивались. И, например, вот если посчитать, так вот, за телефон четыре тысячи, да, без скидки восемь тысяч, и за каждое устройство еще по четыре тысячи, и того уже набегает шестнадцать тысяч. То есть, разница в четыре раза. То есть, платил четыре тысячи, а после двух лет уже шестнадцать надо платить. и если вовремя это не увидеть и не отключиться, то вы будете платить очень много за вот эти устройства. И при этом также каждая из сим-карт имеет равнозначный контракт, как и для телефона. То есть, если вы отключаетесь раньше или позже того срока, который указан в контракте, то вы автоматически платите за отключение штраф. Например, вот два месяца дается вам на отключение от сотового оператора. Вы не успели в эти два месяца отключиться. За каждое устройство вы платите по десять тысяч за отключение. Там, за эту фоторамку десять тысяч вы должны будете заплатить, за мини-телефон еще десять тысяч, и за основной телефон еще десять тысяч, и того еще плюс тридцать тысяч. Вот и представьте, как на наживание на операторы на обычных пользователях. Сейчас, конечно, с этим проще, но все равно хочу вас предупредить. Будьте бдительны, когда вы подписываете любые контракты, всегда обговаривайте с менеджером условия отключения от контракта, условия всех скидок, насколько они выдаются, как они выдаются, и что будет, если вы не успеете отключиться вовремя. Все это лучше обговорить заранее, до подключения. Никогда не забывайте основные, скажем так, моменты. Это каждые два года проверяйте, не поменялся ли ваш тариф, не поменялась ли оплата. Если вы хотите продолжать пользоваться данным оператором, если вас все устраивает, не поленитесь, проверьте у оператора, зайдите к нему в офис, спросите, сколько вы будете должны платить, когда продлится контракт и тому подобное. Поверьте, есть нормальные менеджеры, они вам все сразу расскажут, но есть такие ушлые менеджеры, которые знают, что если они расскажут, то, скорее всего, человек, возможно, будет отказываться от услуг данной компании и перейдет к другим. Поэтому они могут вам не все сказать, но тут как бы зависит уже от человека, это уже человеческий фактор. Ну вот и все, что я хотел сегодня рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте подписываться, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. Ну а с вами был Дэн, до новых встреч, пока!